Какая сегодня прибыль? Пять лямов. Уолл-стрит ставит на крах этой компании. И если они правы, уроды из хедж-фондов получат кучу денег. Сколько сегодня потеряли? Миллиант. Привет, друзья! Сегодня вас ожидает новая порция жутких историй от нашего любимого мангаки Джунзиита. Но истории-то будут непростые. Я, наконец-то, решил взяться за одну из самых пугающих и сумасшедших работ чокнутого японца. Речь, конечно же, про мангу Томми, ставшей культовой. Начну я с первых двух выпусков, а если вы хотите продолжения, обязательно ставьте палец вверх. Как только наберем 40 тысяч лайков, я сразу же выпущу следующий ролик про Томми. Итак, поехали. Наша история начинается с похорон. Земле предавали тело девушки по имени Томми Каваками. Ну, как предавали. Хоронили то, что нашли. Дело было в том, что несчастная была найдена расчлененной на множество мелких частей. Половина фрагментов так и не была обнаружена. Как, впрочем, и тот, кто совершил это преступление. Всех одноклассников Томми опросили, но они толком ничего не знали. У полиции не было ни подозреваемых, ни улик по этому жуткому делу. Учитель в классе Томми, мистер Токаги, тоже был шокирован произошедшим. Он строго-настрого запретил школьникам гулять одним и попросил их быть как можно более внимательными. Психопат, совершивший убийство, мог все еще скрываться где-то в городе в поисках новой жертвы. В этот момент дверь в класс отворилась, и на пороге показалась живая Томми Каваками. Учители и ученики были шокированы увиденным. Слухи о ожившей Томми быстро расползлись по всему городу. Школьники из других классов даже стали называть ее школьницей зомби. После уроков к Каваками подошел учитель ее класса и спросил, была ли девушка сестрой Томми. Может быть близняшкой, ведь всему этому должно было быть хоть какое-то объяснение. Но Томми ответила, что у нее не было сестры. Затем девушка бросилась к учителю и обняла его, признавшись ему в любви. Мужчина стал на нее кричать и требовал его отпустить. Меж тем вся школа стояла на ушах. Школьники яростно обсуждали, кто же была эта новая девушка. Может быть это был призрак, ведь не мог же человек быть живым после того, как его разрубили на множество частей. А может быть найденное тело не принадлежало Томми? То есть была убита другая девушка. Вдруг появился запыхавшийся ученик и позвал всех на улицу. Там одного из учителей, мистера Такаги, того самого, которого обнимала Томми, приводили в чувство другие учителя. Похоже, мужчина спятил. Он вел себя словно обезумевший. Тем временем неспокойно было и в полицейском участке. Следователи не могли поверить, что Томми ожила. Дело было в том, что при первоначальной экспертизе у найденных останков убитой были взяты слепки зубов, которые совпали с имеющимися слепками Томмия. К сожалению, перепроверить информацию было уже невозможно, ведь части тела найденной девушки уже кремировали. В это время Томмия начала приставать и признаваться в любви к одному из одноклассников, парню по имени Ямамото, который пытался вырваться из объятий девушки и убежать. Все вообще сторонились каваками и не хотели с ней разговаривать. Затем Томмия подловила одноклассницу Рейка и начала рассказывать ей о том, что она спала с учителем Такаги. Оказавшись на мосту, Рейка вдруг почувствовала себя нехорошо из-за этого места. Ей показалось, что она сходит с ума. Девушка побежала, куда глаза глядят, пока не оказалась около школы. Тут ее нашел Ямамото, который тоже был сам не свой. Ребята решили, что у них едет крыша совсем как у мистера Такаги. И что виной всему была Томмия. Ямамото серьезно посмотрел на Рейка и сказал, что у них был только один выход. Пойти в полицию и рассказать о том, что они сделали. Ямамото стал припоминать недавние жуткие события. Случилось это несколько дней назад, в тот день, когда погибла Томмия. Тогда они всем классом отправились в горе Инарияма, расположенной неподалеку от школы. На полпути показался небольшой храм, который был построен рядом с утесом. Идеальное место для уроков геологии. Через пару часов занятий учитель Такаги разрешил всему классу отдохнуть и позаниматься своими делами. Школьники отправились играть в мяч, а Томмия пошла за мистером Такаги. Она намекнула ему, что он должен развестись с женой, а потом взять в жены ее. Учитель хотел было что-то возразить, но Каваками стала шантажировать его, угрожая всем рассказать об их отношениях. Также она между делом добавила, что скорее всего беременна. Внезапно рядом с ними появился Ямамото и стал орать на Томмия, требуя рассказать, что было между ней и учителем. Каваками начала язвить в ответ, и Ямамото ответил ей по щечину. Девушка попятилась и оступилась, после чего сорвалась с утеса и упала с восьмиметровой высоты. Одноклассники столпились вокруг бездыханного тела Томмия. Она была мертва. У Ямамото случилась истерика из-за того, что он сделал, и он бросился вызывать скорую с полицией. Однако его остановил мистер Такаги. Мужчина сказал ему, что если он сдастся полицией, то просто испортит себе всю жизнь. И из-за кого? Из-за Каваками? Его тут же поддержало несколько учеников, а кто-то и вовсе назвал Томмия плохим человеком, которая заслужила смерти. У учителя быстро созрел план действий. Он приказал принести инструменты. Все парни разделись до трусов и вооружились ножовками, молотками, отвертками и ножницами. Девушки же встали на стреме. Томмия начали распиливать на части. На самом деле, предлагая этот жуткий план устранения Каваками, мистер Такаги думал в первую очередь о своей жопе. Будучи живой, Томмия могла рассказать о связи с ним, и тогда его ждало бы увольнение и тюрьма. Если бы тело Томмии следовало полиции, она бы узнала про ее беременность. И Такаги ждало то же самое. Поэтому уничтожение тела было бы максимально благоприятным для учителя исходом. Во время распила Томмия выяснилось, что девушка была все еще живой. Такаги прикрыл ей рот, чтобы не закричала, и забил ножницами. Когда тело Томмия было измельчено на 42 куска, учитель приказал ребятам помыться в ближайшей реке. Такое странное число кусков было выбрано не случайно. Вместе с мистером Такаги учеников было как раз 42. Каждый получил по куску тело Каваками, и должен был от него избавиться там, где его никогда не найдут. Рейка взяла сердце Томмию, сбросил его с моста в реку. В настоящем времени о том, что Рейка и Мамото хотели все рассказать полиции, стало известно их одноклассникам. Они решили их остановить любым способом. Школьники смогли выследить беглецов и окружили их в подворотне, где попытались зарезать. У них почти что это получилось. Но тут перед всеми предстала Томмию, чем испугала собравшихся, и они бросились на утек. Остались только Ямамото и Рейку. Томмию была недовольна тем, что эта парочка была вместе. Каваками спросила, не встречаются ли они. Рейка сказала, что все не так, как ей кажется. А потом встала и в истерике убежала прочь. Ямамото так и остался в той подворотне. Чуть позже его нашли прохожие. Парень лишился рассудка. Через три дня после этого семья Рейка переехала в другой город. Многие ее одноклассники тоже сбежали кто куда. Кто-то даже после всего пережитого не справился со стрессом и самоустранился. Рейка не знала, что стало с Томмией. И что вообще происходило за две недавние недели. Был ли это страшный сон или какая-то массовая истерия? Ответов у нее не было. Гуляя по пляжу, Рейка нашла разорванную тряпку, которая показалась ей очень знакомой. Именно в нее она упаковала сердце Томмия, когда ее разрезали на части. Река, куда она сбросила сверток, как раз выходила к морю, куда Рейка переехала с родителями. Но где же была содержимая свертка? Девушка побежала к ближайшему утесу и у воды нашла жуткое существо. Это была Томмия, которая медленно росла из вырезанного сердца в полноценного человека. Переходим ко второму рассказу про Томмия, который называется Госпиталь Марита. Начинается все с обсуждения врачами недавнего побега мистера Такаги из психиатрической больницы. Несколько лет назад нашли тело девушки, изрезанной на кусочки. И многие считали, что именно Такаги был в этом виноват. Тем временем в одной из палат госпиталя Марита находилась на лечении пациентка по имени Мио Юкико. Ее навещал ее одноклассник и лучший друг Тадаси. Девушка требовалась пересадка почки, но донора пока что найти не удавалось. Тадаси был не против отдать свою, но он не подходил из-за группы крови. Сегодня было видно, что парень куда-то сильно торопился. Мио решила, что их дружба дала трещину. Когда Тадаси ушел, девушка выглянула из окна и увидела, что ее приятель ждет какая-то незнакомка, с которой он ушел обнявшись. Женщина была очень красивой. Через два дня эта самая незнакомка пришла к Юкико и представилась именем Рейка Мизутани. Она тут же потребовала, чтобы Мио перестала видеться с Тадаси. Юкико начала кричать на наглую девушку, но та жестко ее осадила. Сказав, что с таким лицом, как у Мио, рассчитывать на то, что у них с Тадаси может получиться что-то большее, чем дружба не стоит. Расстроенная Юкико попросила Рейку уйти. Красотка же не унималась. Она начала говорить еще большие гадости в адрес Мио. Рейка сказала, что Тадаси ждет не дождется, когда она умрет. Чтобы не тратить больше свое время на бесполезные навещалки. А еще Тадаси постоянно говорил про Юкико гадости и вообще ненавидел ее. Мио не поверила словам Рейка и потребовала, чтобы она убиралась прочь. На крики пришла медь сестра и прогнала незваную гостью. На следующий день пришел Тадаси. Юкико рассказала, что ее навестила Рейка Мизутани. Она спросила, любит ли он ее. Не получив ответа, Мио сказала, что Тадаси может больше ее не навещать. К вечеру состояние Юкико ухудшилось. Ее срочно отправили в операционную. В этот же день Тадаси гулял с Рейка. Он был недоволен тем, что она навещала Юкико. Рейка же сказала, что они прекрасно с ней поболтали. Мио рассказала ей о своих планах на будущее, мечтах и жизни. Девушка якобы даже влюбилась в одного из докторов своей больницы. Однако Тадаси понял, что это ложь. Он слишком хорошо знал Юкико. Рейка же потребовала, чтобы молодой человек купил ей сережки. Тадаси ответил, что он еще школьник и у него нет такой суммы. Он и так уже назанимал для нее кучу денег. И не знал, как теперь будет расплачиваться. Рейка же ответила, что в таком случае она найдет богатого папика, который купит все, что она пожелает. Тадаси окрикнул уходящий Рейка, назвав ее по имени. Но девушка сделала вид, что ее зовут не так. Хотя, возможно, это действительно было ее ненастоящее имя. Тадаси вспомнил день, когда он впервые встретил эту странную девушку. Это было на пляже. Тогда он сразу же испытал неопреодолимое желание видеть ее постоянно. И с каждым днем это желание только росло. При этом парень вспомнил еще кое-что. Одно событие двухлетней давности, о котором он читал в газетах. Там была фотография жертвы. Убитая каким-то психопатом девушка, которую расчленили на кусочки. И она была точь-в-точь, как его Рейка. Даже родинка под глазом была та же. Тадаси решил, что может быть в этом и была одержимость этой девушкой. Банальное любопытство. Парень решил порвать с ней при первой же встрече. С этими мыслями он отправился в больницу навестить Мио. В переулке его подкараулило Рейку. Она извинилась за сережки и сказала, что они ей не нужны. Все, что ей было нужно, это Тадаси. Они обнялись и пошли гулять. Пара бродила до самой ночи. Когда совсем стемнело и на улице не осталось ни души, Тадаси достал из кармана нож и напал на Рейка. На крики прибежали жители ближайших домов и вызвали скорую с полицией. Девушка была уже мертва, а Тадаси арестовали. На допросе парень не мог понять, почему он вообще напал на Рейка. Все было как в тумане. Он просто испытал непреодолимый желание порезать ее на куски. Тело жертвы доставили в госпиталь Марита. Главный врач обратился к полиции с просьбой использовать органы девушки для пересадки. У них как раз была пациентка в критическом состоянии, которой нужна была почка. К сожалению, сначала нужно было определить, кем была жертва, а потом уже получить согласие на операцию ее родственников. Тут как по волшебству сообщили, что пришел мужчина, который утверждал, что он был отцом жертвы. Также он назвал свое имя, Такаги. При этом он вел себя очень странно. Когда ему показали тело, он начал нервно хихикать. Врач хотел намекнуть ему на срочную необходимость в изъятии органов из его дочери. Но мистер Такаги как будто бы заранее знал, о чем его спросят. И тут же дал согласие на пересадку именно почки. После чего просто ушел. Через пару дней Мио Юкика чувствовала себя просто прекрасно. Ей провели операцию, она шла на поправку. Правда, еще через день ее состояние изменилось. Живот девушки стал набухать. Когда медсестра дотронулась до него, Мио пронзила острая боль. Пациентку отправили на рентген, который показал нечто странное. У пересаженной почки начали отрастать руки и ноги. А также формировался человеческий череп. Было решено провести еще одну операцию. Когда доктор делал разрез, произошло нечто пугающее. Из раны вырвалась человеческая голова, которая сказала, что ее зовут Томми. Ну а на сегодня это все. С вас лайк, если хотите продолжение истории Томми. Учитель хотел было что-то возразить, но Каваками стала шантажировать его, угрожая всем рассказать об их от... Да.